У Амкара в Перми есть свой стадион. И имя ему звезда, вот только домашний матч и команда Сергея Борина проводить на нём пока не может. У столичных лужников после аккредитации УИФА звёзд целых пять, да ещё и поле искусственное, которому непогода и серьёзные нагрузки не страшны. Всё просто. Заранее договаривайся, оплачивай и играй. Повлиять на климатические условия на Урале нет никакой возможности. Остаётся смириться. Вот и вынуждены пермики расходовать на арендную плату средства из своего и без того скромного бюджета. Для того, чтобы привести соответствующие все условия, все работы провести, нужно какой-то период времени, плюсовая температура. Пока вот только два или три дня тепло пришло. А так тоже затяжная зима. Поэтому не знаю. Я не строитель. Печально, конечно. Возможно, Пермяков немного утешит известие о том, что эта проблема знакома не им одним. Шинник и Рубин за четыре туры, например, при своей публике тоже ещё не играли. В общем, можно смело начинать считать пострадавших. Происходящее, по признанию участников воскресного действия, убивает саму сущность футбола, как игры для болельщиков. Действительно, энергетики, наверное, не хватает. Всё-таки, когда 20 тысяч болельщиков в домашних футболе поддерживают, естественно, грубо говоря, крылья вырастают. Здесь ситуация другая. Огромный стадион, красивый, большой, да, но 500 человек, естественно, которые пришло на игру. В общем-то, не очень приятно играть. Да, мы чуть не забыли о событийной составляющей матча. Хотя здесь кроется ещё большая проблема. Рассказывать практически не о чем. И это отнюдь не журналистское преувеличение. Первый тайм команды провели напрочь, позабыв о воротах. А во второй половине игры, ставшей самым скучным зрелищем четвёртого тура, Валерий Петраков попытался разнообразить атакующие действия своей команды. Совсем не похожих на себя Будунова и Бракомонта сменили Баба Адаму и Кириченко. В концовке матча нападающий сборной России мог принести москвичам, как это ни парадоксально, гостевую победу. Но этого так и не произошло. В итоге, десятикратное, но абсолютно бесполезное преимущество Москвы по количеству угловых. Ни одного удара в створ ворот у Амкара. И закономерные, но от этого не менее угрюмые нули на табло. Дмитрий Ганечев, Михаил Жульков. Футбол России.